Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале, где легко, доступно и очень вкусно готовить. Поэтому у нас сегодня очень вкусная, с приятным пикантным вкусом, вот такая вот пышная, со свежими сливами, королевская ковришка. Готовить её очень легко. Ну что, начнём? Возьмём сливы. У меня вот такие свежие сливы, буквально 250 грамм. Очищаем их, режем на дольки и убираем в сторону. Сливы у нас подготовлены. Теперь возьмём кастрюльку. У меня вот такая вот маленькая есть кастрюлька. Кладём сюда маргарин, 125 грамм. Добавляем сюда водички, обыкновенной простой воды. И ещё столько же варенья или сиропа. У меня было варенье из персиков. Вы можете взять любое вот такое вот жидкое варенье или же обыкновенный сироп. Ставим на плиту и подогреваем, чтобы у нас маргарин полностью растаял. Сахар растворился и вся эта масса стала однородной. Теперь мы ставим вот такую вот нашу горячую жидкость остывать. Специи. Если какие-то специи у нас не смолоты, мы их просто измельчим. И добавим сюда ещё корицу, имбирь. Итого у нас кориандр, гвоздика, корица, имбирь. Теперь мука. В муку добавляем разрыхлитель. И всё это нужно, конечно, просеять. Нам нужно ещё яйцо взбить с сахаром. Сахара я обычно беру немного, поэтому ориентируйтесь. Можете взять сахара чуть побольше. Если любите, сладкое. А теперь форма. Я её смазала маргарином. Решила сделать вот такую вот ребристую поверхность, поэтому я её обсыпала ещё с сухарями. А все ровные поверхности застелила пергаментом. Теперь делаем тесто. Нужно взять немножко муки и пересыпать сливу. И немножко помешать. Ну а теперь добавляем специи в муку. Всё это нужно помешать, пока мука такая сухая. Добавляем сюда взбитое яйцо с сахаром. Размешиваем. И остывшую смесь с маргарином. Замешиваем тесто. И уже в конце добавляем осторожно свежие сливы. И вот так вот осторожненько перемешиваем, чтобы у нас сливы не помялись. Ну вот, тесто готово. Выкладываем тесто в форму. Выкладываю аккуратно, чтобы не снять слой сухарей с формы. А затем просто всё разравниваю и немножко придавливаю, чтобы получилась ровная поверхность. Секаем при температуре 180 градусов 50 минут. Смотрите, какая получилась красивая поверхность. Поэтому ребристая поверхность мне даже не понадобилась. Я просто посыпала сверху сахарной пудрой. Подписывайтесь на канал. Поставьте лайк, если вам понравилось. Жмите на колокольчик. До новых встреч. Пока-пока!